Здравствуйте! Вы смотрите «Персону дня». С вами Юлия Адамова. Сегодня у нас в гостях писатель, профессор, автор и бессменный ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Юрий Павлович, здравствуйте! Хотелось бы узнать в целом о визите вашу в Ульяновскую область, которая сейчас. А где удалось побывать, чтобы посетить? По сравнению с предыдущим визитом, какие изменения для себя отметили? Ну, естественно, для меня самое главное – это утром рано встать, желательно где-то в пять, уже полшестого, чтобы выйти из отеля, для того, чтобы спуститься. Ну, вначале мимо Белого дома пробраться в этот замечательный парк, максимально спуститься вниз, потому что как раз утром в это время начинается просто не пение соловьев, а крик соловьев. Там, конечно, совершенно божественно, удивительно, поэтому мне… Я не столько смотрю Ульяна, сколько я им дышу. Вы улыбаетесь, но вам этого не понять, потому что для вас Ульяновская – это обычно, а для меня-то это Волга какая-то, вам целое море развели, понимаешь? Посещает Юрий Вяземский Ульяновскую область практически ежегодно. С тех пор, как в регионе появилось движение «Умники и умницы», которое автор проекта считает параллелью школьному образованию. Вот у нас, по большому счету, это антишкола. Не в том смысле, что мы против школы, мы без нее никак не можем. А это некое параллельное движение, вот как в географии есть горы называются, там Ливанские горы, например. А параллельно идет анти-Ливан. Раскрыл Юрий Вяземский и секрет успеха программы, которая популярна уже более 30 лет, несмотря на высокую конкуренцию среди других проектов. У нас очень, я задумался, не могу сказать, что умный народ, но народ, который тянулся, все время тянется к умным и детей любит. Скажем, вот такая программа, как «Умницы и умники» в Америке, она была бы совершенно невозможной. Мне один американец, мой друг и коллега сказал, он говорит, понимаешь, Юрий, ну просто американец, он не может сидеть перед телевизором, чувствовать себя полным идиотом, как я. А у нас другие люди, самым скромным образованием, они любят, когда дети отвечают на какие-то умные вопросы. Они иногда даже не понимают ни вопроса, ни ответа, но они радуются, какой вот умный мальчик или какая умная девочка. Вот секрет успеха, видимо, в этом. Некоторые, правда, говорят, что и ведущий им нравится, что если ведущего поменять, то смотреть не будут. Но я думаю, они ошибаются. И сейчас есть такие разработки, как искусственный интеллект. Я читала, что вы приняли участие в дебатах по этому поводу. Нет, мне хотелось бы ваше мнение узнать по поводу искусственного интеллекта. Насколько он применим? Вот искусственный интеллект – это подсознание. Это часть. И вот как подсознание, опирающееся на предшествующий опыт, на опыт других людей, государств, культуры и так далее, это, конечно, очень ценное подспорье. Есть же там сверху такая строгатая, как называется, поисковик. Надо же понимать, чтобы в этот поисковик вводить. Такие вопросы ему задавать. Он же ведь искусственный интеллект, за тебя эти вопросы не придумает. Юмор он не понимает. А потом, понимаете, вот этот интеллект, который сам себе не говорит. Господи, какой я дурак. Он слуга. Понимаете, если у меня образованный слуга, если я им занимаюсь, если я его учу, как надо за мной ухаживать, но он слуга, потому что он не скажет, Юрий Павлович, ты кто? Почему я должен тебе служить? Поделился Юрий Вяземский и своими планами. Участие в региональных финалах в Нижнем Новгороде, Суздале и других городах. А также работа над заключительной частью трилогии. Она, на мой взгляд, очень интересный роман. Состоит из двух частей. Первая часть – это действие происходит в IX веке. Это как раз очень важно, потому что там рождается наше великое государство. А другая часть, она вперемешку идет. Это современные люди просто обсуждают, что такое Россия, зачем Россия, в чем ее величие, какие ее недостатки, а главное, что с ней будет дальше. А вот что сейчас будет с Россией. Это в третьей части. Да. И пожелаем всем людям, которые нам смотрят, чтобы было счастье, чтобы было здорово, и главное была бы безопасность. Еще повторяю, безопасность. Это очень важно.